Добрый вечер, вы смотрите выпуск новостей в студии Егор Матаев и прямо сейчас начнем с главных тем. Качество питания, соблюдение санитарных норм и безопасность территории проверили сегодня в пяти дошкольных учреждениях Барнаула. Группа психологической помощи для поддержки родственников мобилизованных работает в кризисном центре для женщин в Барнауле. Мы замечаем, что девушки, женщины потом впоследствии начинают общаться уже за стенами наших консультаций, за стенами кризисного центра. Это тоже говорит о какой-то опоре, о ресурсности, о поддержке, потому что ты начинаешь общаться именно с теми, кто в такой же, как ты, ситуации. Нужна помощь в плетении маскировочных сетей. Такие сообщения опубликовали в новостных пабликах Барнаула. Волонтеры и неравнодушные жители краевой столицы ищут добровольцев, которые готовы помочь в изготовлении защитного полотна. В рамках такого большого производства нам, безусловно, всегда нужны рабочие руки, неравнодушные люди, которые пришли бы и помогали. Качество питания, соблюдение санитарных норм и безопасность территории проверили сегодня в пяти дошкольных учреждениях Барнаула. Напомню, решение о создании рабочей группы, которая будет постоянно курировать их работу, принял глава Барнаула Вячеслав Франк в январе этого года. Наша съемочная группа побывала в детском саду номер 156. От закупки до готовых блюд. Общественники проверяют все. В Барнауле создали рабочую группу из представителей районных администраций, общественной палаты и Барнаульской городской думы, а также Совета по развитию образования и Общественного совета женщин при главе города. Они отсматривают буфеты, пищеблоки и склады. В каждом детском саду есть и свой контроль со стороны родителей. Они принимают участие в работе закупочной комиссии. Если это штучный товар, мы каждую смотрим отдельно. То есть мы достаем сок каждый. Вы можете посмотреть, что дату везде можно увидеть. Каждый день перед подачей блюд на стол бракиражная комиссия снимает пробу. В ее состав входят заведующая, старший воспитатель и медицинская сестра. Нарезано мелко, чтобы детям даже самого маленького возраста было удобно кушать. Сочная, сладкая, вкусный запах, сохранен. И вкусовые качества очень такие насыщенные, как и должно быть у свеклы. То есть когда она готовилась, она не переварена. Разрешаем его потом. Помимо питания, рабочая группа проверяет и соблюдение санитарных норм и температурного режима, а также безопасность пребывания детей на территории. Кстати, на сегодняшний день общественники посетили уже 20 детских садов Барнаула. Серьезных замечаний не выявили. Хочется отметить, что во всех дошкольных учреждениях, куда мы приходим, видно система работы именно по данному направлению. Почему? Потому что нельзя за очень короткое время, допустим за несколько дней, когда мы сообщаем руководителю, что у вас будет контроль, создать эту систему. По плану, до конца квартала общественники проверят еще 30 детских садов. Юлия Шаламова, Сергей Балуев, Новости. А я продолжу выпуск. В Банке России предупредили о новой схеме мошенничества с помощью QR-кодов. Об этом сообщают РИА Новости. Мошенники размещают их в общественных местах. В объявлениях предлагают получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. При переходе по QR-коду человек попадает в чат-бот в мессенджеры, где ему сообщают о льготе. Под предлогом ее оформления запрашивают личные финансовые сведения. Но на самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты. Коды размещают в местах с большим скоплением людей. На стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и в других общественных местах. Будьте внимательны. А компания «Алтай лес» получила штраф более 20 миллионов рублей за незаконную вырубку сосен. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. Ее сотрудники заготавливали древесину в лесничестве недалеко от Барнаула еще в 2021 году. Ими было выборочно срублено 498 кубометров леса. Кстати, в это же время компания приобрела у городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту часть лесных насаждений для изготовления древесины. Однако правоохранители выяснили, что рубка велась без обследования деревьев на патологии. А это значит, что валить лес они не могли даже выборочно. Поэтому по решению арбитражного суда компанию обязали выплатить штраф за вырубленные деревья. И еще о противоправных действиях. Шкуру краснокнижного животного изъяли таможенники у жителей Алтайского края. Подозреваемого выявили совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ по республике Алтай. Экспертиза подтвердила эта шкура снежного барса. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Также добавлю, что незаконная добыча, приобретение, содержание и перевозка особо ценных диких животных преследуется Уголовным кодексом Российской Федерации. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на 4 года и штраф 1 миллион рублей. Первая в регионе лаборатория ПЦР-диагностики животных открылась в Алтайском государственном аграрном университете. Животноводы могут обратиться в университет, чтобы узнать племенную ценность пород. Специалисты определяют ее с помощью современного оборудования. Это амплификатор, который позволяет проводить ПЦР-анализ в реальном времени. Но, наверное, наибольшая его ценность в том, что он экономит время, временное исследование, потому что для науки время и скорость получения достоверных данных – самое важное. Что он позволяет узнать? Он позволяет нам выявить гены, которые связаны с продуктивным показателем. То есть они определяют либо качество продукции, либо какие-то показатели количественные, типа удоя, привесов и так далее. Допустим, приходит к вам животновод, говорит, вот у меня есть коровы, хочу понять, на мясо их или на молоко все-таки. Что вы можете сделать ему, как помочь? Мы можем отобрать биоматериал от этих животных и протестировать на гены, связанные с молочной и мясной продуктивностью и сказать, что у этих животных есть предрасположенность к молоку или лучше их использовать для других целей. Раньше-таки исследования за пределами региона проводились, поэтому это единственная лаборатория, действительно достижение для нас. Я верно понимаю? Да, абсолютно верно. Это первая лаборатория, которая позволяет проводить генетические исследования с животными. Но также она может работать не только с крупнорогатым скотом, но и с овцами, с свиньями, с другими продуктивными, да и даже непродуктивными животными. Но вот до момента самого ПЦР-тестирования проходит еще ряд процедур. Вот маленькая вот эта скляночка, в которой находится изначально ДНК животного. Ну, первый этап – это непосредственное выделение ДНК, так как ДНК находится внутри клеток. Нам необходимо разрушить сначала оболочку клетки с помощью лизирующих растворов. Затем нам необходимо удалить белковые структуры, которые остаются от оболочек клеток. А затем необходимо провести осаждение ДНК и убрать вот эту взвесь из белков и клеточных структур. После этого ДНК мы можем заморозить и хранить, ну, и по необходимости исследовать. Затем полученный ДНК подготавливается к амплификации, туда добавляется ДНК-матрица, полимеразы различные, ну, в частности, термостабильные ДНК-полимеразы и праймеры. И потом уже попадает эта скляночка в этот аппарат. Кстати, в Барнауле спасают раненого кречета из Красной книги. Птицу нашли в Кемеровской области. Сначала его доставили в Центр помощи диким и экзотическим животным, а после этого волонтеры оформили паспорт Росприроднадзора и отправили птицу в Барнаул. Кречет отказывался от еды. Спустя некоторое время начал есть сам, проглотил целую мышь. Сейчас у птицы не видит один глаз. Предварительный диагноз – вирусная инфекция. О полном выздоровлении не может быть и речи. Глаз, скорее всего, не восстановится. Но сохранить жизнь хищнику возможно. Кречет хоть и медленно, но все же идет на поправку. А алтайские аграрии увеличили объем производства скота и птицы на убой в прошлом году. Для сравнения, в 2021-м этот показатель был на 8% меньше. Такие данные опубликовали на сайте Министерства сельского хозяйства Алтайского края. В прошлом году в регионе произвели более 137 тысяч тонн скота и птицы на убой. Предприятие увеличили показатели за счет наращивания мощности в мясном птицеводстве. Кроме того, в регионе увеличилось и количество производимого молока. В прошлом году объем от дойного стада составил 595 тысяч тонн. Показатели выросли на 4%. Специалисты говорят, что производство молока увеличилось благодаря инвестиционным проектам и приобретению племенного молодняка. Необходима помощь и самим мобилизованным. Например, маскировочными сетями. Волонтеры и неравнодушные жители краевой столицы ищут добровольцев, которые готовы помочь в изготовлении защитного полотна. Волонтеры рассказывают, что специальные навыки не нужны. Всему научат сами. Причем за несколько дней. Главное – это желание работать и свободное время. В день они изготавливают минимум две сети. Каждая в размере 3 на 4 метра. В рамках такого большого производства нам, безусловно, всегда нужны рабочие руки, неравнодушные люди, которые пришли бы и помогали. Совсем недавно к движению присоединились активные пенсионеры. Уже месяц они приезжают на производство. По состоянию здоровья каждый день помогать не могут. Плетут в сети 2-3 раза в неделю. Мы не хотели оставаться в стороне, чтобы не быть равнодушными, чтобы помочь. У меня самый внук военный. 85-летний юбилей сегодня отмечают три района Бурнаула. Центральный, Железнодорожный и Октябрьский. В 1938 году Горсовет сообщил об административно-территориальном разделении города. Это было сделано для развития экономики. Центральный район – лицо города. За 85 лет он превратился в культурно-исторический центр с памятниками и парками. Это также любимый район туристов. Железнодорожный район славится самыми высокими многоэтажками в городе. Именно здесь была открыта первая автобусная линия, а также находится всеми известный мемориал славы, дворец спорта и площадь Победы. А самый промышленный район города – Октябрьский. До революции на его территории был винокуренный и кожевенный заводы. А после – меланжевый комбинат. В 1938 году в Октябрьском районе было уже 17 промышленных предприятий. А теперь о спорте. В Заринске прошло первенство края по лыжным гонкам. Соревнования посвятили памяти первого заринского мастера спорта СССР Вениамина Иванова. На лыжню вышли спортсмены 11-14 лет. Они приехали из 10 муниципалитетов края. Кроме хозяев, в турнире участвовали лыжники из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Бийского, Алтайского, Салтонского, Тогульского и Первомайского районов. В первые дни прошли дистанционные гонки классическим стилем. Во второй – свободным. Больше всего медалей завоевали заринские лыжники. 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды. Ну а к этому часу у меня пока все. Больше новостей ровно в 20.30 в прямом эфире на Катунь-24. Вместе подведем итоги сегодняшнего дня.